билинг gt king 2 на сверхмощном процессоре амилоджик с 900 вернее нитика амилоджик а 311 d2 вот с четырьмя ядрами кортекса 73 по 2 2 гига герца и казалось бы такая невероятная штука с вай-фай 64 уровня 8 на 64 формула памяти 8 гигабайт гигабайт узу 64 хранилища и должен был бы бестселлер но получилось что получилось как вы уже поняли не совсем хорошо получилось на канале технозон поехали то 88 долларов я его покупал за сто восемьдесят восемь долларов чтобы вы понимали то что они тут заявляться у него огромное количество преимуществ это сумасшедший там lp ddr 4x 8 гигабайт 64 гигабайта хранилища 8к 2 титуар вайфай 6 ethernet 1000 мегабит bluetooth 5 и все так прям красиво и даже пульт они положили bluetooth голосовой но вот в каждом из моментов они сделали пока любом вот давайте вот я сейчас уплёшь дело меня большим и я буду объяснять четырех ядерный процессор cortex a73 до мощный все хорошо где библиотеки под него нормально библиотек нет это я вот сейчас вернусь к этому моменту библиотек gpu mali g52 4 ядра все хорошо во что играть во что играть на android tv платформе на вот таком вот малиджи 52 gpu на 4 ядра ладно дальше 8 гигабайт lp ddr 4 4266 mbps и за 8 гигабайт им пришлось сделать 64-битную платформу которая нихрена нормально не работает вообще я ммс 5164 гига ну ладно с этим ладно согласен напихали молодцы поддержит 4к 60 гигагерц а где же 8к который вверху писали до 8к декодировать он умеет но вывести не может вот так вот декодировать выводить не умею а вайфай 6 согласен вайфай 6 он прям нужен был на нихрена он не нужен был почему потому что так как здесь есть юсб 3 этом на одной шине это все дело находится то вайфай жизнь здесь будет равно 400 с мелочью мегабит также как и на вайфай 5 потому что для реализации over 900 мегабит на вайфая они должны использовать только юсб 2 это все недостатки той платформы которая не дорабатывается lan 1000 мегабит согласен надо android 11 ну такое себе на 64-битном решении тоже получилась ситуация не очень и даже если говорить об этом bluetooth пульте с голосом то голос будет работать только если вы нажмете и будете держать кнопку голоса это значит что внутри приложений например в ютюбе это работать не будет вот так вот то есть везде какие-то факапы ладно дальше отличаем лоджика с 922 x от а 311 d2 в два ядра они принципиально роли вообще не играют для проигрывания мультимедийного контента да в принципе и в играх они тоже не сыграют роли потому что все упирается в молитве 52 вот так вот то есть все равно это все останется на том же уровне производительности как в принципе и насыщение ее 8 гигабайтом оперативной памяти которые абсолютно не нужны в таком в такое количество она не нужна для проигрывания контента мультимедийный вообще 2 гигабайта хватает давайте посмотрим или 3 давайте там потопа убирать point video shield tv pro 2019 года плюс у нас здесь нет абсолютно никакого 51 звука ни в одном из режимов не в режиме постру он не выдает не долги digital не dts ничего не выдает да у нас он в принципе неплохо собран и собран он почему-то в старый корпус белинка старого кинга не в белин gt king pro за какие-то деньги вот давайте смотрите верху вам покажу белин gt king pro стоит 134 бакса на вай-фай 6 с металлическим корпусом с цапом с хай-фай саундом с хай-фай звуком с dolby digital и dts listen лицензиями я не понимаю я не понимаю вы сейчас процессе тестирования все увидите но я вам скажу что если лучший на с 922 процессоре tv-box это yugus m6b плюс лучше вот на этом процент лучше и неважно что здесь они а 311 d2 сделали какой-то вера невероятно мощный и добавили поддержку в один кодек а все равно здесь никаких лицензий для реализации этого а вы один кодека нет 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 и нет им и при этом я разговаривал со слимом со слимом разговаривал вернее немножко особенно регионального произношения по поводу производства прошивки slimbox на него он сказал что родная прошивкой практически нормально не работает поэтому пока что slimbox мы запилить не можем но я вам скажу так если появится прошивка от alvotech или от супер целерона то да этот tv-box будет иметь право на жизнь ссылки на него лежат в описании под видео я невероятно долго дорого я бы конечно обращал внимание на югус м6b плюс тоже обзор и ссылку в описании под видео тоже разместил ну и конечно же подписывайтесь нажимайте колокольчик а мы сейчас перейдем с вами на распаковку на обзор но пока что я не вижу смысла в этом тв-боксе ждите резюме ну что под распакуем классная тема вообще на самом деле самый мощный процесса им лоджиков на текущий момент смотрите как он красавчик билинг завод азв давайте снимаем пленочку для меня это как для вылса наверное iphone распаковать есть короче как-то так испытал я свой свою дозу кайфа но такой же как прошлый раз корпус такой же низу матовый у нас на бачках смотрите вай фай 6 сразу не обозначили два юсб 3 разъем для тф-карт лана g45 на 1000 мегабит hdmi 21 еще есть один юсби что не характерно для беленька это 20 юсби spdiv выход для наушников или для колоночек на 35 и разъемчик питания достаточно симпатичненько все сделано что в комплекте в комплекте у нас смотрите блочочек питания 12 вольт 2 ампера 24 ватт они там собираются делать и само собой традиционный билинг использует g10 пульты на донгли здесь донгл внутри с голосом и это тоже не самое плохое решение то есть вы сразу вас нет они там блютусный что да он блютусный прикол красавчики суши ну донгла по крайней мере я не вижу здесь нету что он будет значит блютус ну приятно слушайте вообще класс короче ребят я сейчас это все дело короче ребята сейчас это все дело собираю настраиваю и будем обозревать переходим но традиционный билинг интерфейс конечно то еще чудо но знаете как это называется мы делали делали чего-то делали чего-то вот наделали давайте я сразу пойду настройки объясню в чем же здесь разница есть у нас поддержка 5 геогерц все хорошо все нормально у нас есть даже . доступа вай фай можно организовать здесь это тоже вроде бы сделали молодцы с аккаунтами проблем нет в настройках устройства в устройстве если зайдем увидим джеки 2 версия android 11 и исправление системы безопасности у с android tv сейчас вам объясню почему это все идет здесь есть у нас можно выбрать кнопку выключения как это она будет срабатывать есть разрешение экрана от 480p до 4к 2к 60 герц просто что мне рекордер столько всего лишь поддерживает есть у нас адаптивный hdr само собой никакого dolby vision а нет hdmi цик работает на включение выключение не более не менее больше у нас там ничего не работает звук через hdmi отдается можно выбрать кстати либо spdif либо aux либо все включить одновременно и в расширенных настройках звуков бить она нет никогда не выбирать объемный звук объясню дело потому что я уже один раз выбирал автоматические форматы устройства то есть он смотрите опять она сбрасывает эту настройку то есть я как только выхожу и мы сейчас звук еще протестируем конечно смотрим она опять выключена здесь уже у нас ошибки нормально нормально прошивка не работает я с вами уже я об этом уже говорил и все и больше ничего нету то есть больше ничего в прошивки нет это ужасно пульт у нас голосовой можно раз-два-три раз-два-три устроить вот такую штуку все нормально но имеем что имеем почему я говорил вам про android tv потому что здесь у нас маркет от android tv то есть урезанный маркет и но уже если было бы или android tv или хотя бы допустим чистый android полноценная так у нас получается такой знаете фьюжн какой-то да и плюс нам не стоит забывать что здесь 8 гигабайт оперативы на 64 и здесь у нас центральный процессор это а 311 d2 который у нас получается cortex a73 4 ядра и cortex a53 4 ядра и я 73 по 2 и 2 гигагерца 53 по 2 гигагерца но при этом у у нас android 64 бит у нас у нас система 64 битная чисто и в этом была ошибка то есть напихать побольше памяти и поставить 64 бит для того чтобы мы с вами имели какие-то проблемы ну в том плане что прошивка нормально не работает допустим тот же самый slim box именно slim который делает slim box tv прошивки с ним разговаривал сказал ну нет прошивка не рабочая делать на ней нормальную прошивку slim пока невозможно и это это факт у нас есть с вами здесь подключение вай фай 6 подключение сейчас 1200 мегабит обязательно сейчас проверим что он выдаст но больше нам там смотреть нечем датчик температуры мы вывели вот он смотрите можете следить весь процесс тестирования 59 градусов но сильно обольщаться не стоит в сильной нагрузке он будет все равно греться по чуть-чуть будет в принципе и стротлинг теста я планирую начать для того чтобы сразу закрыть пленки знаете что здесь g10 он bluetooth ный но очень неудобно расположены кнопки вот как-то они сделали это все дело очень очень неинтересно давайте стартуем и посмотрим что у нас из этого получится ну что друзья троллинг тест нерадостный объясню почему это называется эффект усталость процессора грелся он чтобы понимали до 90 градусов не доработал первый раз я вижу чтобы билинг вот настолько не доработал хотя цифра в максимальная 160 джипс 160 024 джипс говорит о том что это невероятно мощный процесс при этом даже минимальный порог троллинга 126 739 это все равно выше чем даже у простого с 922 который не троллит да здесь есть момент того что этой овер мощности вы никогда не достигнете этих показателей джипс при использовании его как ты в бокса это именно ты в бокс его нельзя назвать мини компом и греться он у вас в таких такой не будет штуки ну давайте смотреть по по нагреву то есть мы сейчас имеем с вами 75 градусов после теста будем сразу продолжать тестировать ну конечно же спид тест не за горами будем проверять вообще в ты в боксе есть и шторка и строка навигации при этом эти в есть вверху вот этот вот значок который убирается только и в сторонних приложениях но имеется ввиду что если вы хотите смотреть youtube без вот этой вот верхней штуки то вам придется смотреть smart youtube next а до верхней этой штуки не будет она появляется только вот ну в простой работе и в youtube от его почему-то вайфай неплох хотя для вайфай 6 он мог бы быть и повыше 390 2 400 перешагнет перешагнул 400 в пике было 406 416 420 да это очень неплохо сделано очень неплохо сделано но температура опять же 78 градусов держится честно говоря это немножечко напрягает и 440 на отдачу один из лучших показателей ну да сделали ну да молодцы для чего непонятно хорошо ладно давайте 24 попробуем единственно для чего я его на текущий момент вижу это для эмуляторов эмуляторы старых консолей на нем будут работать просто прекрасно ну я вам сразу скажу что playstation 2 работать нормально не будет для playstation 2 нужен просто намного помощнее но допустим поиграть в android tv игры какие-то или в консольные игры на старых эмуляторах это вполне будет классно работать действительно будет мощи тут более чем достаточно 2 и 4 ну такое плавающий видите плавающий эффект то есть она плавает от 10 до 40 до 50 о поднялось 60 70 мегабит 74 80 84 нормально 24 хорошо работает 2 и 4 но я не понимаю этого этого бокса просто не понимаю может быть кто-то из обзоров вынеси для себя какую-то полезную составляющую его но для меня это очень тяжело понять 84 на 58 это хорошие показатели пробуем lan rj 45 здесь 1000 мегабитный lan мы сейчас уверен получим минимум мегабит 700 это сто процентов смотрите здесь вот есть шторочка шторка непонятное что означает вот этот процессор изменить это все нельзя передача что такое передача вот объясните мне что это такое передача сис и rss черт знает что ну давайте стартуем это lan rj 45 и мы получаем с вами ну вот 800 900 этом почти 900 это максимально реализуемая скорость здесь любит не честно вам 890 на 899 но температура к продолжает держаться это вот немножечко под напрягает если говорить об оценке быстродействия данного ты вы бокса то в 3d mark он набрал ну действительно какие-то классные результаты и ты вы бокс обычно столько не набирали то есть слингшот экстрим 1873 слингшот 152593 и вайсторман лимит этой вайсторм экстрим набирает максимальное количество баксов баксов боже баллов ну баксов он тоже набирает максимальное количество поэтому особо здесь мы не будем с вами на этом деле заморачиваться а вот антуту показал достаточно нормальный результат для тв боксов это 259 440 тысяч баллов и и для тв боксов это фактически максимальный результат который я видел да это действительно так он он быстро он быстро хорошо давайте дальше будем оценивать мультимедиа для этого мы подключим жесткий диск не жесткий диск а ssd шнечек у нас есть такой подключили ссд и здесь мы сейчас такая создавался не завелся завелся нормально здесь мы с вами должны протестировать некоторые аспекты частности высоко битрейтные фильмы ну нас к мы их называем тестовые ролики с высоким битрейтом ну ладно ssd показала но мы запустим это все дело через коди потому что мы там можем проверить и звук сразу в пробросе и проигрывание ну ходе как бы найти универсальный то есть если мы будем сейчас подбирать плееры под каждый тестовый ролик то мы можем зависнуть на этом деле для начала пробуем огромные скажем так высоко битрейтные фильмы у нас есть тестовые ну да с жесткого диска он это все дело заработал тут как бы вопросов нет то есть он способен проигрывать внешнего носителя очень тяжелые фильмы то есть максимально тяжелый тут тут ограничений нет те же самые тестовые ролики lg они тоже спокойненько воспроизводятся тут как бы вопросов тоже возникает а вот что у нас со звуком давайте долги digital плюс пробовать в режиме проброса нас сейчас так dolby digital плюс в режиме проброса нас молчит 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 вот это та проблема которую я показывал в меню мы сейчас поменяем еще с вами режим вывода звук это не вообще все молчит и детей с вот детей с ядро давайте пробовать менять метод вывода звука объемного звука я пока не получил печально очень-очень печально так построил под а вот тут девайс попробуем android android ай и сип пакер сейчас попробуем еще раз так dolby digital плюс пробуем нет ребят объемного звука в данной коробке нет нету его просто нет то есть ну вы видели настройки я вам показывал он сбрасывает настройки мы сейчас используем ресивер пионер но нету звука никакого вообще никакого печалька печалька теперь смотрите с ютюбом у нас есть момент с ютюбом если мы будем использовать youtube а тв мы конечно на нем проверим само по себе использование возможность использования и декодирование правильно ведь вверху появляется полоса эта полоса конечно же пропадает если вы используете smart tube next поэтому тут как бы вопросов я не вижу проблем каких-то не вижу при использовании ютюба ну как бы это все это все решаемо так по youtube ребят пробуем youtube 4k 60 fps здесь начнем сначала с не hdr в пинайн так это 2к ну youtube воспроизводит youtube youtube вас поезда воспроизводит без проблем переключаем на 4к сейчас перезапустим посмотрим до 4к 60 fps тут как бы вопроса вообще нет ну в принципе на таком процессе и не должно было быть вопросов давайте попробуем дикую реку она будет обязательно в а в 1 в hdr и здесь у нас пошли дропы знаете почему потому что вы один в из яр это очень жестко для тестов в один нужно тестировать на японии 8к но все равно уже уже мы имеем какой-то отрицательный момент япония 8к знаете что здесь еще один вопрос здесь для того чтобы голос работал нужно держать кнопку поэтому в ютюбе с этим пультом это раз два три 4 5 ну блин ну такое себе удовольствие сомнительное мне не нравится такой подход то есть ютюбе голос работать таким образом не будет это будет только при глобальном поиске в нормальной прошивке имеем что имеем давайте пробовать японию 8к это нам позволит оценить 4к 60 fps в в 1 давай запускайся да здесь у нас тоже работает все без скажем так каких-то моментов без дропов без визуальных тормозов то есть ну ладно к ютюбу у меня вопросов нет работает работает и слава богу хотя другой стороны конечно красиво вообще красиво я понял очень нравится пробуем айпи тиви 4к так включаем 4к канала так данный канал пока недоступен следующий ул с 4к и тиви я не думаю что у него какие-то проблемы должны были возникнуть а еще то 1020 так наса тв 4к работает давай 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 4к канал работают тут как бы тоже вопросов нет о индийское кино в 4к это прям вообще моя мечта но 75 градусов при проигрывании питьеви как бы многовато для такой коробки ладно а теперь смотрите какая ситуация нас возникает объемного звука нет авто фреймрейта нет и пока не предвидится вообще потому что есть определенного рода проблемы единственное конечно преимущество которое здесь может быть это для раздачи 1000 мегабитный lan плюс 64 битный процессор это значит что сервер у вас тоже будет 64 бит ну и конечно при использовании какой-нибудь плеера типа коде на 64 бита тоже ничего так работает нормально вытягивать так пробуем большой фильм ну пошло проигрывать играет 77 градусов давайте попробуем перемотать нет у него явное преимущество перед сутки как быстро перематывает у него явное преимущество перед другими боксами в проигрывание раздачного вручную придется переключать частоту экрана потому что ну чтобы не было у вас джодер эффекта ну или если в принципе у вас есть на телевизоре уплавнялка это будет работать слушайте нормально нормально работает даже с учетом температурки ну короче все равно даже то что мы сейчас нормально не работает не не ставит его выше других боксов я вам скажу честно что то же самое yugus m6b плюс покупать реально лучше и надежнее чем вот это вот действие ну и в конце концов единственное на что можно рассчитывать на этом тв бокс я думаю что это во что-то поиграть возможно брать такой тв бокс при его стоимости я бы уже рассматривал бы какой-нибудь xbox x серии с с или предыдущую модель потому что это будет любом случае лучше ну то что ну давайте shadow guns legends то есть покупать мега дорогой бокс какой-то кучей памяти для того чтобы поиграть в android tv игры сомнительно сомнительно работает геймпад мы определила попробуем но смотрите shadow guns legends он по умолчанию ставит 30 fps давайте изменим на 60 и графику поставим все-таки елки-палки это а 311 d2 процессор кого черта но таким вот образом вроде работает посмотрим сейчас получится просто он графику не определил получается сейчас мы возьмем какое-нибудь задание но вроде работает вроде работает плавно работает сейчас посмотрим что получится из этого так надо спрятаться прячемся 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 и пошли стрелять да поиграть можно ладно но опять же я говорю что по стоимости взять какую-то консоль xbox предыдущего поколения это будет намного лучше чем вот этот вот весь выцеливать ужасно знаете почему потому что все таки быстродействие мы не хватает для максимального качества ну имеем что имеем у меня отрицательные вообще эмоции от этого бокса а ее меня еще прибило по голове отрицательные эмоции от этого бокса я рассчитывал что мы получим какую-то новинку но вот этот вот принцип мы выпустили бокса вы дорабатываете прошивки сами он вообще никуда не годится то есть реально be link уже с такой с такой политикой своей они никуда не уйдут ничего нормально у них не получится я буду проходить резюмировать у меня нервов уже нет все переходим в качестве резюме скажу мы категорически на текущей прошивки при текущем положении дел не рекомендуем покупать данный тв-бокс он не дает никакого преимущества не в приросте памяти не приросте производительности при проигрывании мультимедийного контента при этом мы с вами здесь не получим не авто фреймрейт пока что ненормально работающий 5 один звук или 7 один звук умеем что имеем то есть be link пошли по принципу того что мы выпускаем нормальное железо ну а остальное вы должны доделать сами ну за такую цену извините меня я лучше куплю зиду z9x добавлю немного куплю зиду z9x или добавлю немного куплю видео шутили про 2019 120 130 долларов может быть но за эти деньги я куплю билинг gt king pro с вай фай шестым с лицензиями детей с и долби здесь это бесперспективный тв-бокс за очень большие деньги поэтому он уходит в аналой истории я даже ждать нормальную прошивку не буду потому что наличие достаточно нормально нормальной прошивки все равно даст еще и прирост цены ребят с вами был бабам на канале технозон пока